В этом году, 20 апреля, Владимир Путин поддержал инициативу школьницы Севастополя о создании в стране единого детского и молодежного движения. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерии. Президент согласился возглавить Наблюдательный совет большой перемены, так сейчас называется движение, и провел его 1 сентября в Калининграде. Основная задача взрослых – помогать и поддерживать ребят, быть для них равноправными партнерами, выстраивать организацию по тем правилам, которые предлагают сами участники движения. И вместе действовать так, чтобы консолидировать лучшие молодежные и детские проекты, чтобы участие в них было доступно абсолютно всем, и детям, и подросткам. На заседании президент особенно подчеркнул, что новое движение не должно стать привилегией для крупных городов, поэтому региональные отделения откроют повсеместно. Курская область – не исключение. Российское движение детей и молодежи охватывает ребят, школьников, а также подростков, которые обучаются в СПО. Цель – объединить все существующие детские движения, которых сейчас в России насчитывается около 310. Но так складывается, что среди 14 миллионов почти детей, которые проживают в России, только порядка 4-5 миллионов задействованы в детских общественных объединениях. Поддержать, заинтересовать и дать возможность развиваться – немалый орг моментов. Регионам необходимо утвердить состав совета, назначить председателям и сформировать рабочую повестку. Конечно, наша задача сделать так, чтобы наша молодежь воспитывалась на исторической правде, на преданной любви к родине, на глубоком уважении к старшим, к своим родителям. Вот такие глобальные задачи ставятся перед нами, ни много ни мало, но я убежден, что нам удастся с ними справиться. В Курске штаб движения предложили разместить на базе областного дворца молодежи. Сейчас там располагаются отделения РДШ, навигаторы детства и другие. Кстати, во дворце сменился директор. Более двух лет его возглавляла Валерия Шалимова. Теперь она продолжает свою карьеру в Москве. А новым руководителем стала Олеся Лазукина. Ксения Дегтярева, Алексей Еременко. События дня. Продолжение следует...